Видео уроки фотошопа Приветствую всех в новом видео уроке, на связи Алексей Кузьмичев И сегодня мы с вами будем учиться отделять сложные объекты от фона В данном случае мы с вами будем отделять вот эту вот модель Как видите, сложность здесь в том, что у нее развиваются во все стороны волосы И поэтому обычным способом выделить данную область не получится Я покажу вам, как это можно сделать при помощи канала Ну что же, давайте начнем В первую очередь нам с вами необходимо скопировать нашу модель на новый фон Для этого нажимаем Ctrl-A, Ctrl-C И вставляем на новый фон ее, нажимаем Ctrl-V Подгоняем размер при помощи комбинации Ctrl-T Свободное трансформирование с зажатой клавишей Shift Начинаем уменьшать размер до того момента, пока модель у нас не впишется на наш новый фон Так, еще можно чуть-чуть уменьшить Вот примерно так Нажимаем клавишу Enter И теперь нам с вами необходимо перейти во вкладочку каналы С помощью которой мы уже с вами и будем выделять нашу модель Здесь у нас, как видите, есть 4 канала Это RGB, красный, зеленый и синий Нам с вами необходимо выбрать из вот этих вот трех Красного, зеленого и синего наиболее контрастный канал Обычно это синий канал, в данном случае у меня также это он И я думаю, что с большинством фотографий будет контрастный наиболее синий канал Выбираем его, щелкаем правой клавишей и выбираем пункт создать дубликат канала Здесь нажимаем клавишу ОК И включаем этот канал Пока что основной синий канал можно выключить Он нам не пригодится Переходим опять на копию Для того, чтобы нам с вами было проще Давайте инвертируем этот канал Нажимаем комбинацию Ctrl-I И получаем вот такой вот результат Как видите, на черном фоне волосы гораздо сильнее стали заметны Это очень и очень хорошо Если у вас фон недостаточно контрастный То вы можете при помощи пункта изображения коррекция уровней Немножечко подредактировать контраст Перетащив вот этот вот левый ползночек вправо Но здесь очень важно не перестараться Если, к примеру, вы сильно перетащите данный ползунок То у вас начнут пропадать детали волос Видите, да? Поэтому подбирайте такое значение Чтобы у вас и фон был максимально контрастный И волосы остались по максимуму целыми Нажимаем ОК Далее выбираем инструмент Затемнитель Щелкаем вот сюда Экспонирование для него поставим 100% И диапазон у нас с вами должен быть обязательно тени Чтобы воздействие шло только на самые темные области Начинаем прорабатывать участки, где у нас фон Вот таким вот образом закрашивать их Проходимся также здесь Прорабатываем участки, где волосы Чтобы максимально добавить контраст здесь Вот так Также здесь Аккуратненько Это все дело Обрисовываем Теперь можно взять побольше диаметр И закрасить уже оставшиеся участки Вот таким образом Теперь выбираем инструмент Осветлитель Диапазон ставим подсветку Экспонирование 100% И начинаем уже работать со самыми светлыми областями Вот так вот проходимся Высветляем их Если где-то у нас останутся непроработанные области Ничего страшного Мы их потом просто при помощи кисточки Также зарисуем Прорабатываем все здесь Ну и эти области уже можно доработать при помощи кисточки Выбираем кисть белого цвета Убедитесь, что у вас она жесткая И просто закрашиваем оставшиеся участки Вот таким вот образом И здесь Все отлично Теперь нам с вами необходимо Из этой области получить выделение Для этого щелкаем с зажатой клавишей Ctrl По нашему каналу Выключаем канал RGB Этот канал, с которым мы работали Выключаем И переходим обратно во вкладочку Слои Добавляем к нашему верхнему слою маску Щелкаем здесь И как видите Наша модель вписывается на новый фон Единственное Кое-где у нас стали заметны Некрасивые прожилки старого фона Но я сейчас покажу вам один простой способ Который поможет вам от них избавиться Давайте продублируем слой с моделью Нажимаем Ctrl J Переходим на нижний слой И режим наложения для него ставим умножение Как видите уже прожилок стало гораздо меньше Теперь выбираем маску верхнего слоя И переходим в пункт окно Здесь выбираем пункт свойства Здесь щелкаем по кнопочке край маски И для начала давайте немножечко сместим край влево И добавим растушевки Следим за результатом Чтобы у нас получился плавный переход Между этими двумя слоями Ну вот я думаю можно так вот оставить У меня кое-где здесь появились промежутки На лице у модели, на груди Ну ничего страшного От них можно легко избавиться при помощи обычной белой кисточки Сейчас я покажу как это сделать Нажимаем здесь клавишу ОК Закрываем данное окошко И как я уже говорил Сейчас нам нужно избавиться от областей Видимо я на предыдущем этапе не очень хорошо их закрасил Поэтому просто белой кисточкой здесь делаем мазочки Вот в принципе и все Итак давайте посмотрим на результат который у нас получился Если мы например выключим нижний слой Как видите у нас пропадает очень большое количество деталей Ну и конечно сразу хочу вам сказать Что здесь для каждой фотографии значения будут индивидуальные И вам необходимо будет подгонять уже настроечки маски Под именно свою фотографию Под свое выделение Чтобы у вас оно смотрелось естественно и гармонично на новом фоне Ну что ж На этом я думаю все Всем спасибо за внимание И до встречи в следующих видео уроках Надоело быть чайником в фотошопе? Получите бесплатный базовый курс Фотошоп античайник Жмите на кнопку получить курс Субтитры сделал DimaTorzok